Сегодня я хочу рассказать о российском сериале «Оптимисты», довольно-таки любопытный сериал, заслуживающий внимания. У него на данный момент есть два сезона. Первый сезон вышел в 2017 году, и в центре повествования были герои Владимира Водовиченкова и Северия Януша Ускальте. А второй сезон носил под заголовок «Карибский сезон», вышел сериал уже в 2021 году, и второй сезон был сосредоточен уже на персонажах Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской. Вот это ключевое, видимое самое различие между этими двумя сезонами, а в остальном они объединяются тем, что действие разворачивается в Московском МИДе, ну, не Московском, а Российском МИДе, и даже, точнее, Министерстве иностранных дел Советского Союза, потому что это рубеж 50-60-х годов. И мы наблюдаем за буднями информационно-аналитического отдела, или, как его сокращенно называют, ИАК. И вот это такой отдел, про который одни говорят, что это ссылка дипломатическая, то есть дипломаты же не хотят чего-то большего, они хотят работать в посольствах, как-то так вести какую-то важную такую большую игру, а здесь, получается, это такое, ну, пресс-служба, грубо говоря, да, то есть надо МИДу как-то отреагировать на, ну, на какие-то, на какие-то новости, на внешние факторы. И вот вроде бы для, казалось бы, для персонажей вот этого сериала это действительно, ну, может быть, не самое там... Они, конечно, стараются найти в этой работе удовольствие, но, тем не менее, зачастую показывают, что, в общем, это все-таки не самая такая престижная работа, не та работа, о которой они мечтали, а между тем, вот вообще, во всяком случае, сегодня-то, наверное, вот эта героиня Северии Янушелскайте, которая, вот, ну, благодаря которой этот отдел создавался, вот ее, в том числе, усилиями, а ведь сегодня это в какой-то мере можно сказать, что вот это нынешняя Мария Захарова вполне возможно, то есть совершенно иной расклад, и сегодня такое ощущение, что Министерство иностранных дел, оно, получается, и живет, и как-то вот этот весь пиар свой создает именно благодаря вот этой самой пресс-службе, и в какой-то мере благодаря информационно-аналитическому отделу. То есть вот сегодня, наверное, спустя полвека от тех событий, ну, вот служба в этом отделе, может быть, воспринимается совершенно иначе. Ну, может быть, я, конечно, сильно-сильно упрощаю, я все-таки не из этой среды, но вот все-таки вот это сопоставление того дня и сегодняшнего, оно делает вот этот сериал оптимисты, ну, опять же, довольно-таки любопытным, как я уже сказал, потому что, с одной стороны, это, ну, просто действительно, ну, это качественное кино, безусловно, с серьезным режиссером во главе, с качественным сценарием, с яркими актерскими работами, но при этом, конечно, любопытно то, что, ну, вот рассматривать этот сериал с такой точки зрения, это вот эта пропаганда или это вот кино само по себе, потому что, ну, это же нам представляют вот всех этих сотрудников МИДа, всех этих дипломатов, которые вот, они не вполне, получается, дипломаты, они как бы вот хотят их, может быть, большего, да, и воспринимают вот эту работу в этом отделе действительно как ссылку, как некое понижение по должности, а тем не менее, вот, это, ну, все равно, вот, МИД, это его сотрудники, то есть нам, тем самым, показывают некий миф о том, как эти МИДовцы себя хотели бы представлять, но вот не себя сегодняшнее конкретное, а вот как они представляли своих, вот, допустим, отцов, дедов, вот тех, кто работал до них, то есть вот такие рыцари на страже Родины, рыцари, которые получают задания, ну, да, они вроде бы так выполняют периферийную, да, работу, вроде бы, а с другой стороны, они ставят себе перед собой задачу, чтобы помогать дипломатии говорить молодым свежим языком, находить среди заданий, среди вот текущих событий, то, что может действительно повлиять на ход вещей, изменить ход истории, то есть, тем самым, видите, это действительно, вот, полное ощущение, я уж не знаю точно, но полное ощущение, что это вот такой госзаказ, и не просто государственный заказ, а заказ, вот, по, созданный, по, вот, по, сериалу созданный по заказу, собственно, Министерства иностранных дел, современного иностранства, современного министерства, которое, тем самым, через, вот, игру с прошлым хочет обелить себя нынешнее. И, конечно, вот, с этой точки зрения, вот, рассматривать этот сериал весьма любопытно, потому что, ну, времена сейчас, ну, совершенно, вот, такие тревожные, и вот, ведь, и сериал рассказывает тоже о временах непростых, у Советского Союза тоже все время были какие-то там терки с теми же американцами, ничего не изменилось, а второй сезон, так это и вовсе карибский сезон не просто так же, да, под заголовок, это карибский кризис, это угроза ядерной войны, блин, вообще прошло 60 лет, ничего не изменилось, и, вот, даже очень любопытно, ну, вот, допустим, кто-нибудь когда-нибудь, допустим, через те же 60 лет будет снимать, ну, некий такой же сериал с такой же интонацией о нынешнем миде, и будет ли это возможно? Можно ли, вот, если мы сейчас спустя годы, вот, так, смотрим на советское ретро, вот, именно с такой розовыми очками, такой вот, по золотой такой фильтрах, такое, что были такие золотые деньки, такие очень солнечные краски, скажем так, в этом сериале присутствуют, обилие солнечного света, прям такое, такая намеренная, такая желтая картинка, скажем так, да, во всяком случае, в памяти у меня вот эта картинка вот таким образом отдается, то, вот, какой фильтр наложат режиссеры и создатели некого аналогичного сериала спустя полвека, уже глядя на нашу сегодняшнюю историю. Вот про это тоже можно порассуждать, хотя, конечно, так как этот сериал выходил раньше, еще в иные совершенно вроде бы времена, он так, наверное, не воспринимался и вообще, то есть, как-то совершенно не воспринимался то, что вот он может быть какой-то, каким-то таким элементом пропаганды, на самом деле, внедренной в произведение искусства, скажем так, да, то есть, ну, да, что-то, наверное, вот такое есть, и тем более, конечно, удивительно, что вот сценарист, вот их как бы создатель этого сериала, это Михаил Идов, который вроде бы, ну, человек с американским прошлым, и вроде бы себя позиционирует вот, ну, не то, что верно поддоническим таким, то есть, у него все-таки другие его картины, это, допустим, по-моему, сценарий к фильму «Лето» написал Кирилла Серебренникова, и сам поставил фильм «Юморист», вот вроде тут идет какое-то вроде бы сопротивление государственной линии, а тем не менее сериал о молодых российских дипломатах, советских дипломатах, да, о том, что вот, конечно, попытка такая рассказать тоже вот историю о том, что простые дипломаты, вот вроде бы в такой пресс-службе того времени, они способны были действительно участвовать в событиях, и через подачу, через вот этот пиар, через то, как новость подается журналистам и прессе, тоже вот как-то менять, действительно, менять мир, но вот буквально там во втором сезоне ведь действия Сергея Безрукова, ну, персонажа Сергея Безрукова, они как-то там, в общем-то, то есть, там такая, конечно, очень такая закрученная интрига, но в итоге, в том числе и благодаря его участию, мы избежали вот ядерной катастрофы, которая грозила вот нашим странам вот в связи с событиями вокруг Кубы, ну, и в этом отношении второй сезон, кстати, отличается от первого, потому что он более концептуален, там вот есть основная вот такая ключевая проблема, ну, которая выше всего, да, а первый сезон в этом отношении, он более такой разнообразный, он и побольше сам по себе, и там можно сказать, что, ну, побольше, потому что в первом сезоне 13 серий, во втором 8 серий, во второй более компактный, ну, и хорошо, он это ему идет как раз, ну, первый тоже совершенно неплох, но там получается, что набор отдельных каких-то историй, да, есть вот общее направление, вот этот отдел, и нам показывается его работа, она там связана и с тем, что, допустим, вот сбили наши американского летчика, или американцы, напротив, спасли советских моряков, и вообще, а как они, там, эти советские моряки, там, как оказались в такой ситуации, что их надо было спасать, и так далее, и так далее, или вот запускают собак в космос, допустим, это тоже надо как-то вот осветить и что-то с этим сделать, и там, на самом деле, ключевой, на самом деле, ну, главное событие первого сезона, можно сказать, вот если во втором сезоне Безруков как-то спасает мир от ядерной угрозы, то в первом сезоне уже Вдовиченков, ну, или, скажем так, еще Вдовиченков, как Безруков его, можно сказать, подсидел во втором сезоне, Вдовиченков куда-то ушел на другую работу, а вот в первом сезоне Вдовиченков, видите, спасает Хрущева от заговора, который вокруг Хрущева там затевался. И вот этот рассказ, рассказ о буднях вот советской дипломатии с очень обаятельными артистами, вот прям они, цвет, можно сказать, нашей сегодняшней молодежи, это и Артем Быстров, это его персонаж отвечает за кубинское направление, это Егор Корешков, который, персонаж, который отвечает за Африку, Риналь Мухаммедов, его персонаж отвечает за Азию, за Китай и Японию, а при этом, ну, вот я уже упомянул Северию, Яну Шаускай, это тоже вот именно в середине десятых годов она вот так ярко заявила о себе, и, ну, разные выигрышные были у нее роли, и не только в нашем кино, ну, вот, допустим, она появлялась и ведь в сериале немецком «Вавилон Берлин», о котором я уже тоже здесь рассказывал, и, ну, опять же, вот, ну, наши действительно крупные артисты, Вдовиченко, Безруков во втором сезоне, Елизавета Боярская, еще Анатолий Белый здесь играет, и вот к этой молодой компании, кстати, во втором сезоне присоединяется еще Елизавета Янковская, вот тот пример для меня очень прям замечательного, триумфального появления на экране. Вот я Елизавету Янковскую, которая потом позднее уже сыграла замечательно в фильме «Ника», о котором я тоже уже рассказывал в рамках вот этого своего канала, она запомнилась именно благодаря появлению вот в «Оптимистах» во втором сезоне, вот в этой, вроде бы, такой пестрой и классной компании, запомнилась тем рисунком роли, который она предложила. То есть она вот новая сотрудница, которая вот сама по себе, она такая, как бы, отстранена, знает себе цену, вот вроде она такая вот, и вроде и некрасивая, но и не дурнушка, у нее такой особый такой стиль, вот особая вот повадка, и то, как Елизавета выстроила вот эту роль, но это при том, что она в какой-то мере, получается, ну не соперничала, тут не речь о соперничестве, но она появилась в одном проекте с более знаменитой другой Елизаветой, да, Елизаветы Боярской, но вот Боярская, совершенно она, ну она обычная, она, как бы, при всей своей звездности, она особо так не запомнилась. Ну да, ну то есть там роль у нее, ну там, в общем, не приносящая сюрпризов, а тут вот Елизавета Янковская, причем, что обе представительницы актерских династий, получается, замечательных таких, и вот Янковская, конечно, переигрывает Боярскую, вот и делает ее прям на щелчок пальцев, можно сказать, потому что вот второй сезон «Оптимистов» для меня как раз больше запомнился именно тем, что подарил вот мне знакомство, встречу с молодой, вот такой действительно яркой и, безусловно, талантливой актрисой. Вот, ну вот это просто, если говорить о главном таком актерском ансамбле, о Костике его, а так-то, конечно, там и в ролях, которые поменьше, они, там, ну очень много разных артистов, и все это, ну очень хорошо смотрится, и они все стараются, и, конечно, здесь можно сказать, что основная заслуга – это не только вот упомянуто уже Михаила Идова, но и то, как вот всю эту историю держит и подает режиссер Алексей Попогребский, режиссер первого сезона и второго, и действительно это его заметная творческая удача, заслуженно, там, он получил «Золотого орла» за первый сезон, за вот лучший сериал в своей категории, вот. Я к премии «Золотой орел» отношусь очень так скептически, ну, просто все равно не могу упомянуть, ну, потому что, а какие еще у нас есть премии, которые отмечают телесериалы, ну, вот хотя бы вот отмечу, отмечу, что вот на таком нашем академическом уровне эти оптимисты были отмечены и заслужены. Попогребский очень хороший режиссер, он дебютировал в свое время фильмом «Коктебель», который он снял вместе с Борисом Хлебниковым, и вот если у Бориса Хлебникова дальше, вот, можно сказать, карьера была, ну, прям-таки замечательная, не была, а вот до сих пор Хлебников вот все время как-то вот он в зоне внимания, да, все время что-то снимает, то полный метр, то вот сериалы, и очень удачные у него и обычная женщина, о которой я рассказывал, и сериал «Шторм», то есть все время такое впечатление, что имя Хлебникова наведал. Попогребский, у него вроде бы сперва он очень как раз быстрее Хлебникова самостоятельно взлетел, они вот после «Коктебеля» стали снимать по раздельности уже, и как раз вроде бы у Попогребского сперва даже складывалось удачнее. Все благодаря фильму «Простые вещи», который победил на кинотавре и собрал множество разнообразных призов на наших профессиональных академических премиях, и потом у него фильм «Как я провел этим летом», не просто участвовал в конкурсе берлинского фестиваля, но там получил даже две награды, весомое достижение, в общем, по меркам вообще отечественного кино, особенно по меркам российского кино от последних лет, а потом, получается, как-то у Попогребского был большой такой простой, я так понимаю, он был связан с тем, что режиссер разрабатывал очень большой проект, действительно затратный и какой-то очень интересный по своей специфике, но и разрабатывал его долго, несколько лет, и в итоге этот проект не сложился, ну, там уж не знаю по каким причинам, ну, вполне возможно, просто не собрали бюджет, и получилось, что режиссер много лет не снимал, а разрабатывал, вот, сосредоточившись на одном своем проекте, и эти оптимисты, они, получается, вот его вывели из такой творческой паузы, и, ну, вот я говорю, то есть это получается больше 20 серий на два сезона, то есть это такая достойная, действительно, заметная работа, которая, ну, вот нам вновь показала, что Алексей Попогребский, ну, в замечательной творческой форме, и следует ждать от него и дальнейших каких-то, наверное, успехов. Ну, вот что еще, наверное, хочется сказать по поводу, вот, показанных здесь будней дипломатов, что, с одной стороны, вот здесь есть такой баланс, ну, относительно того, что даже в советское время не все было так уж безоблачно, и, допустим, даже по звонку из МИДа было непросто заказать столик в ресторане, ну, уже мы вольны этому верить, не верить, ну, вот, оказывается, и так могло быть, и с другой стороны, допустим, есть такой диалог в этом сериале, когда один из персонажей говорит, что вот это просто цинизм какой-то, а другой отвечает ему, что вот это и называется дипломатией, то есть тем самым это, как бы, получается, действительно, вот фильм, который пытается нам не просто показать этот мир, мир советских дипломатов, ну, и оправдать их даже в том случае, когда может показаться, что их поступки, они не совсем благородны, и, ну, вроде мы можем их рассматривать и под иным углом, хотя, в принципе, конечно, основное направление, что это такие рыцари, такие самые, что называется, незапятнанные, вот, сражающиеся во имя своей родины, но, тем не менее, вот, даже у этих рыцарей может быть какие-то темные пятна, и вот, оправдывая некие свои циничные ходы, может быть, они вот всегда могут сказать, это вот, это дипломатия. Но, вот, возвращаясь к тому, с чего иначе, это, конечно, можно уже отдельно рассуждать относительно того, насколько этот сам проект попадает под понятие пропаганды, в том ее понимании, что воздействие на умы и попытки облагородить, ну, не самую благородную, быть может быть, профессию, это отдельная история, вот, отдельная тема, скажем так, для размышлений. С точки зрения же нашего сериала «Ведение», скажем так, нашей индустрии, оптимисты, это, безусловно, очень достойный такой проект, оставивший по себе, ну, добрую память, очень интересную, и, конечно, вот, эта находка, ну, тут, наверное, сценарная, может быть, ну, и поддержана режиссером, вот, когда вот эти молодые ребята, вот эти сотрудники этого отдела информационно-аналитического, они выходят на свой перекур, не куда-то там спускаются, не в какую-то курилку, а у них прям окна открываются на крышу вот этого МИДовского здания, и они на этой, ну, не на крышу, а на площадку, там же многоуровневая крыша, и вот они на этой площадке выходят и курят, созерцая вот советскую прекрасную столицу, 60-х годов, вот этот образ, он, конечно, найден очень хорошо, он запоминается, вот такая вот курилка на воздухе, вот с видом на Москву, и вот даже один этот образ, он уже делает вот весь этот сериал, это очень, видите, важно, ну, с режиссерской точки зрения, найти вот какую-то такую основу, какой-то, ну, я не могу сказать, что это прям левомотив, но какую-то вот точку соприкосновения, вот в данном сериале этой точки соприкосновения становится вот такая курилка на крыше Министерства иностранных дел, и вот через эту курилку, получается, вот можно и разгадывать, проникать в суть этого сериала, вот действительно такие, ну, секретики, тайнички, вот этой закрытой структуры, о которой мы, вот нам во всяком случае может показаться, что о которой мы благодаря этому сериалу узнаем чуть больше, и, ну, вроде бы они теперь нам практически все родные люди, ну, вот такое впечатление эти оптимисты могут создать, а уж насколько оно правдиво или ложное, это уже, ну, судить могут, наверное, только специалисты. Спасибо.